Всем привет, с вами ГАБЗОР.COM Сегодня на тестах у нас телевизор от компании Hyundai Это Edge LED версии 40 дюймов, модель 2020 года Интересен тем, что здесь интегрирован голосовой помощник Яндекса И, собственно, сервис Кинопоиск Тестируемый телевизор уже доступен в российских магазинах Стоит плюс-минус 19 тысяч рублей Стартовый набор включает ножки, саморезы, пульт управления, пару батарейок мизинчиковых, различную документацию Перед началом эксплуатации пользу нужно будет определиться способом установки Штатными средствами выступают комплектные пластиковые ножки Крепятся при помощи саморезов Стоит на нем жестко, но есть минус Ножки, направленные под углом, и, соответственно, общая ширина телевизора будет шире, чем у просто панели Оптимальным же, как и с любым телевизором, будет вариант VESA кронштейна Отверстия под них есть на спинке Это VESA 200 размер Основная часть задней крышки узкая В центре выступ, в котором расположена акустика Аппаратная плата и сосредоточенные интерфейсы Данный телевизор получил пару динамиков по 8 Вт каждый Отмечает сабвуфер Есть встроенный декодер Dolby Digital По личным ощущениям, звук тут с заместным смещением верхней частоты Подходит для разнопланового контента Но может не хватать басов в динамичных сценах По возможности, конечно, лучше бы поставить саундбар На нижнем торце вывезено 1 USB 2.0, 2 HDMI, гнездо RG45 Ход проводной доступ в сеть Для USB разъема заявлен ток 500 мА Напомню, что для флешек и SSD внешних этого будет хватать А вот для жестких дисков без дополнительного питания считываться не будет уже Еще один USB на левой грани Они будут полезны в итоге не только под накопители Но сюда можно подключить различную периферию Например, клавиатуру с тачпадом Здесь же HDMI, арка, входы под антенну, вход под спутнику антенны, слот CI, выход на акустику, вход для наушников, аналоговое видео В целом получаем хороший набор портов Поддержка ERC, соответственно, позволяет использовать или совместимую акустику У нас бы были на тестах и как недорогие саундбары, так и дорогие премиальные Так и возможность подключить, например, приставку И вы с пульта, с геймпада включаете и приставку, и, собственно, телевизор Кабель питания у телевизора не съемный, выход расположен справа Лицевая панель с узкими боковыми рамками В центре нижней расположен логотип производителя И прозрачная вставка с интегрированным светодиодным индикатором Здесь же ик-приемник Сборка проведена качественно, задняя крышка не прогибается под давлением пальцев Оснащается Hyundai Edge LED 40 Соответственно, с 40 димовой панелью, это можно догадаться по названию Подсветка Direct LED Разрешение Full HD, скорость обновления 60 Гц Явные засветы по периметрам не замечены Из недостатков отметим невысокий уровень максимальной яркости Составляет всего он 220 В комплекте с телевизором идет пульт Он идет с базовым набором кнопок И он совмещен как инфракрасным, так и блютуз-модулем Который необходим, собственно, для работы микрофонов и отправки голосовых команд Работает телевизор на базе операционной системы Android 9 Но тут изначально адаптированный интерфейс Идет он от Яндекса Первым этапом мы предлагаем ознакомиться с соглашением И приступить к добавлению данных Для работы потребуется подключение к сети На выбор будут доступны по Wi-Fi или проводной по кабелю Далее проводим авторизацию в аккаунте Яндекс Есть упрощенный вариант с QR-кодом Владелец телевизора получает 3 месяца бонусной подписки Проводит синхронизация пульта по Bluetooth Это необходимо для голосового управления Собственно, Алисой Основной интерфейс визуально напоминает экран в Яндекс.Станции Вывод доступного контента в виде плиток В нижней части доступ, соответственно, к телевизору и YouTube Дополнительно можно будет поставить приложение Здесь ограниченный магазин стоит Но вы можете загрузить APK файл на флешку И поставить вообще все, что вы захотите Вывод рекомендованных фильмов, сериалов Каталог каналов по типу контента Для выбранных каналов можно вывести программу передач База сериалов доступна как платная, так и входящая в подписку Последний, кстати, тут большинство Для платных можно взять в аренду дешевле Или купить на постоянный просмотр Тестирование мы ввели с подключением к обе-су родной сети Wi-Fi, фильмы, сериалы и Full HD разрешения Работали без видимых зависаний Для YouTube можно провести дополнительную авторизацию Если у вас подписка YouTube Premium Напомню, что не будет выводиться реклама Внешний вид меню характерен вообще для Google TV Оболочки, сеть, звукоизображения, настройки каналов Настройки устройств и аксессуаров Все необходимые настройки есть Есть аналоговое цифровое телевидение Спутниковый тоже поддерживается Поддерживается аппарат на, соответственно, DVB-T2, DVC, S, S2 и T Доступ к футуальному цифровому TV Также можно получить без использования дополнительного плеера И напомню, есть еще IP телевидение, оно тоже встроено Раздел с системными настройками И тут, в частности, можно будет активировать Как раз ту самую HDMI ARC технологию Вывод общих данных по системе И в завершение отмечу, что мы провели тестовый запуск Различных типов медиафайлов С флешки, проблем с воспроизведением замечено не было Как итог, мы имеем отличный вариант При поиске смарт-телевизора под русскоязычных пользователей Здесь не какие-то непонятные приложения А именно те, которые у нас используют в России Соответственно, если вы не знаете английский язык То вы, к сожалению, не сможете работать с голосовым помощником Здесь же у нас от Яндекса идет полностью на русском языке Хорошее наполнение базы кинопоиска Я сам смотрю, мне нравятся И фильмы, и сериалы выходят регулярно Плюс подписка плюс дает дополнительные бонусы Здесь мы получаем, напомню, 3 месяца бонусной подписки И дальше, если вы хотите, уже сами можете продлить Ну, если не хотите продлять, можете использовать просто как телевизор Дополнив все это поддержкой разъемов HDMI ARC Дополнительный комплектный пульт идет уже с микрофоном С голосовым помощником на русском языке И, соответственно, по стоимости он сопоставим с Яндекс.Станцией Макс Но при этом предлагается 40-дюймовый Full HD экран Но, конечно, уступает по качеству звука той же станции Макс Кстати, станцию Макс я тоже использую И думаю, что на этом деле соберусь и сделаю обзор Пользую практически 2 месяца С удовольствием с вами Hyundai HLED 40 Лайк, подписка, приветствуйте, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok